это что опять ивент ну чёрт побери как же долго не было никаких ивентов прям аж обнова захотелось короче не планировал я делать видео на это дело если бы не аббревиатура танка ну как можно оставить очередное советской дерьмишка без внимания а а а вот и я не понимаю поэтому с тебя лайк с меня контент погнали и так для начала пару слов об ивенте мега просто без напрягов делаешь фраг на танки с 4 по 10 уровень получаешь пульку собираешь 225 пулик за 7 дней и танк твой ферштейн к ивенту вопросов нет как и нет вопросов тому что сейчас начнется в рандоме а в рандоме начнется дичь с подсосами фрагов десятки тысяч белостатных любителей халявы будут выжидать шотную добычу не стреляя по противникам классика предчувствую как будет всю неделю сгорать пердак ну ладно давайте посмотрим ради чего все эти старания к в 1с м3 для всех нормальных игроков эта аббревиатура может вызвать только такую реакцию ведь кроме кого 5 нет ни одного кого который не вобрал в себя все самое худшее что может быть в танке но по какой-то необъяснимой причине все обожают кого кстати если ты любишь кого то напиши в комментариях какой самый любимый у тебя кого возможно для танкистов чем хуже тем лучше не знаю в любом случае к в 1с м3 кардинально отличается от своих собратьев главным отличием является орудие это небеский деструктор стреляя из которого такое же удовольствие как катание на инвалидном кресле и это не кастрированный деструктор который якобы дарит надежду на безболезненное прохождение этого танка хотя это утешает примерно как слова доктора что ваш шанс выжить примерно 50 на 50 нет это свежий вид игрового безумия советский барабан и это не просто барабан а с дпм внимание в 2424 единиц урона если осмелится играть на вентиляторе это самый лютый дпм среди всех то что уровне и почти самый лютый среди всех танков этого уровня цифры конечно впечатляют и не только когда ты смотришь в ттх но и когда начинаешь саживать барабан в противника реализован он максимально комфортно 4 снаряда с кд в полторы секунды между выстрелами и почти девять секунд всего барабана но все мы помним в какую игру мы играем и за все тут надо платить если лес то где-то пересолила танку то обязательно где-то не досолит и раз уж дпм и барабан у нас ну просто отрыв фляги то стрелять мы будем декоративными пульками справить им в 145 миллиметров в этом случае даже хелкат начинает танковать поэтому выбрасываем идею катать с вентилем и на крутом дпм а меняем оборудку на пробитие а вот теперь у нас 152 миллиметров среднего бронепробития что не так позорно и 2380 урона за минуту что тоже не дурно далее сильно калят углы вертикальной наводки как и у всех кого подобных танков их почти нет всего пять градусов вниз с такими войнами ты уже думаешь не о том как реализовать свои потенциально 2400 урона а как выстрелить хотя бы раз не охренев от сдачи потому что от препятствий уже не постоишь из расстояния не постреляешь ведь к в это еще и знак качества шикарных промоков не только с расстояния но и в упор а значит биться придется в лоб лоб с надеждой на помощь союзников и на волю вбр что все снаряды успешно достигнут цели и конечно же с этим у кого тоже возникнут проблемы потому что время сведения орудия превышает скорость перезарядки снарядов аж в два раза то есть игра предлагает вам выбор стрелять полагаясь на волю вбр в полу сведения либо увеличивать время реализации барабана в два раза я не знаю как у вас выдержкой но лично я не могу дожидаться полного сведения когда в моих руках боевой потенциал майка тайсона естественно это приводит к постоянным попаданием не пробить им их промахом а как следствие орк реки поджог пердака не обошлось тут без участия нормализации снарядов ведь основные у кого под калибер и терпеть не могу их все танки с под калибер в качестве основы заставляет подсознательно напрягаться еще до выхода в рандом так что со стрельбой все неоднозначно если вам фартит около м3 нихерово наваляет противнику окей теперь что касается брони ну тут надо понимать где и во что мы играем если в топе то условно можно рассчитывать что разок-другой вы танканете если оказались в папе то дырявит кого беспощадно словно петуха на зоне также не забываем что перед вами советский танк и иногда но все же бывают случаи магии где танкуется то что в теории танковаться не может однако в цифрах конечно все выглядит печально брони нет учитывая вышесказанное про орудие то серьезно начинаешь задуматься о прохождении курсов по разработке глубокой глотки последнее что хотелось бы отметить это маневренность и подвижность она практически выполнен под копирку с обычного кого из кого в камуфляже гром так что удивляться нечем я бы не сказал что танк медленный для тт вполне бодра максималка 43 км в час назад 11 а в среднем 32 км в час по пересеченной местности в принципе на первый взгляд это все что можно сказать про данный аппарат для многих единственный позитивный момент в окончании этого ивента будет продажа совка за 500 голды так как играть песке сейчас не то что лишено смысла но еще и максимально противно игроки тупые забрасывают долго баланса никакого фарма никакого и конечно же удовольствие тоже никакого а ведь к в 1 см 3 это труд целого штата сотрудников балансный отдел дизайнеры программисты контент-менеджер и все это ради 5 секундного действия игрока продающего с легкой руки плод труда целого штата специалистов могли бы просто поставить иконку 500 голды и направить все свои труды на более полезные дела в которых нуждается проект танксблиц кстати напишите еще в комментариях оставить ли вы у себя или продадите за 500 голды интересно собрать статистику ну а на этом у меня все господа спасибо за ваше внимание увидимся в следующих роликах пока